всем привет источник калифорнии с вами евгений сульма компания автоназаказ и сегодняшнем видео хотел представить вам свою новую ляречку 2018 года audi s5 sportback в этом прекрасном кузове балдеет этой машины те кто следит за ими за моими выпусками я уже показывал что я приобрел этот автомобиль из копарта битую в четверть и заднюю дверь а если вы кстати не видели это видео как привозили машину как делался ремонт по этому проекту можете перейти по ссылке под этим видео либо по этой ссылочке и посмотрите видео чтобы как бы возобновить что происходит но для тех кто присоединился как бы вкратце автомобиль скопард да он был битый отремонтировали привели его в шикарнейший вид автомобиль остается на внешне на внутреннем рынке в сша отправлять его не буду пока буду на нем ездить сам потому что ну как бы душа запала к этому автомобилю показываю вам автомобиль сейчас как он выглядит в стоке он абсолютно стоковый ничего не производилась не делалось по двигателю по внешнему виду все так как вот было завода но таким он останется ненадолго так как в следующих видео я приступлю к тюнингу этого автомобиля как и по движку так и по внешке поэтому если хотите следить за этим проектом не забывайте подписываться на мой канал ставить колокольчик чтобы не пропускать новые выпуски также по традиции в конце этого ролика мы разыграем 20 долларов среди ваших комментариев но в этом ролике хотелось сделать небольшой обзор уже на целый проект на целый продукт как выглядит автомобиль какие у него особенности какие плюшечки в нем есть поговорить о цене сколько же обошелся мне автомобиль и во сколько встал ремонт его в сша также мы сделаем замер от 0 до 100 так что будет очень интересное видео оставайтесь со мной не переключайтесь смотрим авто на заказ предоставляет услуги по пригон автомобилей сша подбор покупка логистика авто на заказ ваш надежный партнер и так что я могу сказать про внешность этого автомобиля выглядит на мой взгляд просто шикарно это самый интересный кузов конечно до того они сделали audi rs 6 и rs 5 для американского рынка это самый красивый кузов который можно было сделать куча хромированных вставок это вставки здесь у нас идут по по бамперу также по любому на всех с моделях мы знаем делается такие вот серебристые вставки смотрится шикарно даже на этих 18 диска посмотрите на ferrari машины у них такого же дизайна колеса стоят профиль здесь конечно завышенный я уверен что дизайнеры этого автомобиля специально просчитывали таким образом чтобы автомобиль был спортивный но тоже время и комфортно для повседневной езды и так оно оказалось машина ездит офигительно теперь автомобиль тоже выглядит очень агрессивно широкая решетка в новом стиле от audi опять же здесь много серебра логотип с 5 все говорит что это автомобиль спортивный вас опять же идет вставки сюда хрома единственно что но это в этой комплектации это не премиум это премиум пласт пакет нету престижа престижа здесь стоят адаптивный круиз-контроль датчики контроля также есть вот такие вот элодишные фары полностью нас тут динамические поворотники выглядит шикарно я не могу насмотреться на автомобиль потому что он просто сплошной секс для меня зеркала у нас на выношной ножки чтобы проходил воздух для аэродинамики хорошо ну и смотрятся очень прикольно в этом автомобиле они сворачиваются автоматически их можно складывать рассветку когда машина замыкаете не то раскладывается что очень удобно еще что характерно для спортбека так как это позиционируется четырехдверное купе у этих дверей нет рамок у нас безрамочные окна и выглядят просто шикардос на опять же когда вы открываете у вас такой получается парящие пространство как будто бы видите кабриолете сзади автомобиль были тоже агрессивно очень красивые фары такие прям рубленый дизайн 3d вырублен у нас идет спойлер здесь на крышке багажника 4 выхлопные трубы все таким сделано красивым диффузором хромом подчеркнуто чтобы расширить зад выглядит прикольно но самая классная фишка то что у него багажник вот такого типа он не открывается как обычный маленький открывается полностью задняя так сказать ляда и у вас получается такой огромный доступ в багажник наверное отсюда давайте сразу перейдем к багажнику покажу вам багажное пространство потому что это еще один конек этого автомобиля так вот что касаемо багажника почему именно хотел заострить ваше внимание на багажнике чем-то другом так как у меня уже были кроссоверы в семье и как когда мы избавились от мазды очень не хватает автомобиля который такой как рабочая лошадка можно было поехать что-то закинуть загрузить и в мазда со всем этим справлялась но теперь на смену пришла эта машина и здесь багажник не меньше здесь очень прикольно что открывается широко да у вас косо крыша но тем не менее огромное пространство и посмотрите когда вы если еще уберете эту полку вкладываете сиденья вы просто посмотрите что тут можно перевозить я сюда могу так вот спокойно залезть с ногами могу залезть можно ездить на кемпинг можно машине спать вот представьте это спортивная машина плюс четырех дверная 4 местная позиционируется как 4 плюс 1 3 людей там не посадишь я спорже покажу но смотрите на это огромное пространство это просто космос в остальном у нас так тут все сделано красиво таким вот мягким ковролином такая вот вставочка органайзер и кстати очень прикольно туда что-то ложить я сегодня ехал там положил две бутылки шампанского на день святого валентина и они не болтались у меня также внизу здесь докатка и инструменты все четко пару ниш здесь кстати они такие глубокие туда можно хранить все что угодно этом аптечку туда положил и еще один кармашек здесь в общем багажник очень функциональный еще очень удобная штука в этом автомобиле это открывание багажника ногой с ноги так сказать и как мы знаем многих автомобилях можно с ноги только открыть багажник закрыть вам нужно его все равно при нажатии кнопки на багажнике здесь же можно его еще и закрыть например когда у вас руки заняты вынимаете что-то из багажника то ногой взмахнул вы можете закрыть твой багажник ребят напишите еще комментариях показывать вам подкапотное пространство или кому-то интересно кто-то говорит нафиг на нафиг ты показываешь тратишь время на это всякий случай покажу может быть кому-то будет интересно здесь у нас в 63 литра 355 лошадиных сил со стока машина едет 44 секунды вот так вот выглядит подкапотное пространство у нас одна турбина стоит кстати здесь даже в стоке говорят что очень классный down pipe по тюнингу мы сто процентов за чипуем но это будет все в других видео поэтому следите за моими видосами кстати очень увесистый капот блин вот для такой спортивной машины сюда просится какой-то карбоновый капот заднее пространство посадка удобная у меня еще вот где-то наверно два пальца между коленями и сиденьем под сиденьем мало места где ноги туда просунуть небольшая выемка здесь под голову подлокотник и здесь еще компармент бочонки такие под спиной чтобы вас держало если водитель будет наваливать вы будете здесь держаться мягкие материалы все то же самое что и спереди используется кнопка открыть закрыть все четыре сиденья с подогревом и подогрев руля из трехзонный климат-контроль алькантара ледишки лампочки здесь конечно здесь вот сидеть этому человеку во первых как бы высоко третьему человеку здесь делать нечего ну как бы ребенка посадить нормально спортивное купе просто четырехдверное садить здесь в четырех людей самое идеальное но можно и придраться к этому автомобилю на один из минусов можно отнести что это стекло полностью не открывается не знаю почему куда на там упирается что можно так вот дышать если вы клаустрофобик сзади можете не ездить ну или вы любитель рукой так помурчать посидеть тоже не получится либо вот так будете сидеть ну что там братва ну можно руку сюда ловить так вот и чисто что там едем но спереди конечно ребята проводить время очень великолепно потому что здесь у нас встречает убранство алькантары карбона это дополнительная опция по моему то ли 700 долларов стоило я выведу стикер на экран посмотрите все опции в этом автомобиле у нас стоит опционально бенкин волосон музыкальная система есть опция с обрубленным рулем но там нет обогрева руля здесь у нас зимний пакет поэтому такая опция есть лучше я выберу подогрев руля чем обрубленный руль во первых я уже говорил перебирать его удобнее зима у нас как бы тоже не самая суровая в калифорнии но бывает там плюс 7 и ты выходишь как был рано утром все холодно и включать обогрев руля но эта фишка короче прикольно даже в калифорнии я оценил что касаемо по ауди здесь всегда вы попадаете как себе домой все эргономически продумано все прикольно классно каждая в эти щелчки вот эти вот металлические штучки это просто нужно ребята ощутить это как швейцарские часы я всегда говорю как как это все четко работает единственный минус вот эти вот крутилки смотрите вы крутите здесь и как бы чтоб вам перестроить воздух вам нужно все равно от этой клавишей нажимать то есть как бы вы отводите взгляд вот согласитесь было бы удобно то есть вы крутите делайте температуру настраиваете теплее холоднее а потом раз нажали и теперь вас переключается вы регулируете таким же образом вентилятор больше меньше опять нажали еще раз температуру ну намного удобнее и все эти не надо перенабрасываться от сюда на кнопочки уже не раз я говорил audi если вы меня смотрите технари ну пожалуйста поменяйте вот про зеркало то услышали знают правда ли нет но зеркало поменяли с безрамочное сделали так же самое еще уж и услышьте про эти дешевые пластиковые подрулевые лепестки хотел ваше обратить внимание смотрите когда даже подвожу рукой они сенсорные эти кнопочки сразу же делается увеличение показывает что вы дотронулись этой кнопочки ну тут как бы все прикольно вообще придраться не к чему меньше болот болтовни тут нужно просто садиться ехать и потому что основной плюс этого автомобиля это как он ездит ребята что по поводу вождения ваше предположение думаете автомобиль будет плохо ездить а я так не думаю он аж отстреливает это это мы сейчас едем в комфорте давайте переключим то смотрите у нас четыре режима вождения у нас есть комфорт есть авто когда автомобиль сам понимает ваше настроение когда вы долго там на нем навалюте либо ездите тихо он сам подстраивается под ваше настроение в дайнэмик сразу автомобиль оживает спортивная режим подвеска зажимается адаптивная спортивный дифференциал в перри настраивается коробка мотор переводится сразу в с спорт режим то есть как бы сразу вас боевой режим открывается заслонки глушителя глушитель начинать под рукому звучать ну и как бы автомобиль ведется совсем по-другому даже для этих настроек для заводского стока он едет очень бодро очень 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 и в принципе от этого достаточно совсем потому что ну как бы если вы уже привыкли ездить на обычных автомобилях это вам покажется быстро и понятно что аппетит растет во время еды вам ходится потом все быстрее и быстрее и ее и ее ребята вообще настолько легкая управляемость это вот то что нравится в audi что она ведет себя очень подобающе например как в бмв может быть там слишком жестко слишком как-то резко здесь она плавно мягко но в тот момент быстро те равно вносит и вся эргономика ты сидишь как тот прям все удобно запах audi как бы тащусь просто от audi у нас постоянный полный привод фирменный quattro это же конечно же просто бомбезный вон аж пробуксовочка и тихо шумоизоляция идеально в этом автомобиле только слышно эти прострелы глушителя но сам даже глушитель он не напрягающий никого погнали и все и так хочется делать постоянно друг друг еще из фишечек это автомобиля здесь есть массажер массажное сидение и офигенная комбинация с алькантары 90 процентов этих автомобилей когда смотрел по аукционам битых и страховых аукционов тогда же вообще просто даже смотришь продажи нам на как точка ком и другие веб-сайты автомобили все идут с кожаными сидениями здесь очень редкая комбинация алькантары и кожи обожаю такие комбинации так как здесь в этом автомобиле нет обдува сиденьем поэтому зимой может быть немножко там проход хотя для зимы опять же есть подогрев сидений но летом у вас не будет прилипать спина это огромный плюс массаж сиденьем тоже шикарная вещь хоть он и не сильный там понятно это не настоящий массаж но тем не менее когда там вы уставший после работы модальное расстояние едете и себя размять что у вас немножко привело в чувство вы включаете массажеры кайфуете также у автомобиля есть память сиденья можно запрограммировать под каждый ключ каждый кто будет ездить в автомобиле может настроить под себя цифровой дисплей у нас очень информативный также можно поменять разные view разные виды можно вывести тахометр такой большой по центру также сбоку вас будет карта показывать и показывать все остальное там что вы захотите в общем короче можно конфигурировать в разных комбинациях единственное что опять же старая фишка не знаю опять же audi если вы меня слышите сделайте чтоб карты показывали с apple carplay зачем нам эти убогие старые карты кто ими вообще пользуются кто-то это будет сюда водить в этом автомобиле есть apple carplay он правда проводной опять же это все лечится с помощью китайской донгл ставите в подлокотник там в юсб втыкаете и можно сделать его wireless но до карты то сюда сильно все равно нельзя перевести карты вас будет все равно показывать на вот этот вот дисплей а нужно что показывали туда я сейчас слышим спортивном режиме автомобиль всегда работает на более повышенных оборотах если мы переведем в режим комфорт обороты спадут все сразу и вообще тихо стало также хотел обратить ваше внимание есть режим индивидуал где можно настроить разные настройки индивидуально там под себя еще из минусов что не хватает кнопки на руле какой-то вот спорт плюс как у бмв с м режим либо уже на rs6 сделали там есть rs1 rs2 две кнопки программированные под разные режимы было бы здорово если какая-то кнопка была бы здесь тоже так хоп и сразу быстро нажали это drive select например в динамик переключили а здесь этого нет ребят для тех кого интересует расход топлива конечно когда будете ездить и вы хотите быстрый автомобиль про расход топлива наверное думать особо не надо но тем не менее участие понажимал спорт режиме у нас показывает 13 и 1 это 13 миль на галлон а в обычном режиме когда вот не нажимая на так вот резко ездить в плавном городском режиме у вас будет 22 мили на галлон и подвеска она жесткая но она как-то в умеренно жесткая то есть во благо этих колес на еще 18 то есть совокупности автомобиль настроен просто идеально я вот не знаю сейчас думаю ставить на него новые колеса которые вы увидите в следующем такой тизер вам небольшой в следующем видео уже будут установлены на него новые колеса я не знаю как она будет с ними ездить ну опять же все сравним все будет прикольно в это это в это проект и есть мы будем сравнивать сделаем замер от 0 до 100 в стоке как он ездит на участ полностью столько на стоковых колесах и потом как это будет выглядеть в навороченном виде замеры мы будем делать на специально закрытой площадке о какой-то нормальный о 45 о уже лучше вот это прямо на час просто пиналась нормально мы уже клаус клаус короче конечно же кто к камеру выключил и думаю еще раз попробую и на последнем заезде я проехал 4 и 4 45 то есть 44 заявлено наедет это колеса все равно пробуксовывается то есть не идеальная поверхность не идеальный угол тут он нас показывает маленький до подъемчик там был но тем не менее 445 в стоке то есть как они говорят 44 она поедет но такие результаты ребята прикиньте вот так вот захотел погонять там поджать на светофоре нормально потом переключил комфорт посадил ребенка повез в школу либо разложил сидение поехал в аки и еще каких-то тумбочек затарил и привез домой просто универсальный автомобиль давайте сейчас сразу на поговорим про цены я его выиграл в нью-йорке за двадцать одну с половиной по моему с доставкой 1000 баксов доставка была мне он обошелся где-то в районе 23000 ремонт дверь штука баксов сборе задняя четверть штука баксов это если с доставкой брать и плюс 2 800 взяли за варивание четверти покраску двери четверти все собрать и за капот 350 долларов то есть где-то вышло 3 300 до грубо говоря то есть вот это все с плюсовать вышел ремонт этого автомобиля то есть это в районе 30 до там 31 получается что-то в этом роде цена этого автомобиля сейчас на рынке в америке 48 тысяч именно в этих опциях с таким маленьким пробегом 48 тысяч долларов мне например этот автомобиль обойдется там 31 33 ну так там не знаю диски я еще собираюсь поставить там тюнинг какой-то еще буду держать вас курсе а сколько в конце концов выйдет полностью полностью весь этот проект но тем не менее есть огромный зазор это отвечая на ваш вопрос что типа то не выгодно машины вести там типа как бы нет смысла вести с с америки в украину ту же но ребят несмотря на каком автомобиле понятно что лафа с теми этом автомобилями за 500 долларов за тысячу долларов она как бы закончилась во первых уже в украину навезли много автомобилей но и на аукционах уже тех цен нет поэтому чем дешевле автомобиль тем ниже зазор тем меньше резона его привозить может быть да но опять же как бы вы привозите вы сами ремонтируете вы знаете миле не отмотан это как бы один аргумент который как бы все равно стоит привозить автомобили даже если вы в ноль привезли он столько же стоит сколько стоит и у вас но вы знаете что с ним происходило и вот откройте авторию посмотрите сколько вас стоит такой автомобиль Я уверен, что он так же самое стоит около полтинника, может быть там 45. А вы его привезли даже там с растаможкой. Смотрите, у вас растаможка, а у нас дорогой ремонт. То есть, по сути, у меня ремонт обошелся почти там, скажем, со всеми вещами там 7 тысяч долларов. Чем свежее автомобиль, тем дешевле растаможка. Я сейчас говорю про Украину. И там у вас растаможка будет, например, там тысячи три или четыре на этот автомобиль. Плюс ремонт еще тоже четыре тысячи. То же самое, как бы. Вот цена с растаможкой будет та же самая, что я заплатил здесь. Вы получите автомобиль просто шикарный. И посмотрите, сколько можно его продать. Да вы в легкую на нем заработаете тысяч пять-семь. Ребят, ну и подведя итоги. Автомобиль просто мечта. Я очень доволен, как получился этот проект. Как они сделали ремонт. Это первый мой эксперимент. Вернее, эксперимент был с другими автомобилями. Но этот первый эксперимент, который реально я доволен на 99%. Конечно, можно было там всякие косячки. Еще что-то лучшее сделать. Но не все идеально. Не знаю, стоит ли его заворачивать в пленку. Такой тоже спорный вопрос. Так как автомобиль остается на местный рынок. И так как у него документы все равно будут с историей повреждения. Возможно, будет какой-то у людей вызовет сомнение, что я что-то там скрываю под пленкой. Поэтому, наверное, все-таки оставлю в родном цвете. Потому что он смотрится так классно. Ну, а там уже какие-то фишечки мы подобавляем на этот автомобиль. Помните, в своем видео, в предыдущем, где я рассказывал про Ford 150. Мой очередной проект, кстати, если его не видели, заходите по ссылке здесь. Я разыгрывал там номер. Человек, который комментировал под этим видео, мы видим его здесь. Поздравляю, ты выиграл номер из Техаса. Напиши мне под видео тоже мои контакты. Напиши свой адрес. И я тебе вышлю с Америки по ссылочку. Отправлю этот номер. Так что смотрите, комментируйте, и все случается. Призы получают все. С вами был Евгений Сулейма, компания Автоназаказ. Ставим лайки, подписываемся и увидимся с вами в новом видео. До новых встреч. Пока-пока.